Вы смотрите новое Нижегородское телевидение в прямом эфире интерактивный канал День за днём. В студии Оксана Ткаченко и Илья Приходько. Здравствуйте. 31 декабря не за горами. Мужчины в предвкушении, а женщины в полном вооружении. Уже начинают ходить по магазинам, затариваться и штудировать интернет и кулинарные книги. Что же такое вкусное придумать в новогоднюю ночь? Упаси нас Господь от рецептов из интернета. День за днём мы начинаем. На самом деле новогодние праздники это не только время для отдыха души, но и время специфической нагрузки на желудки россиян. Наверное так, 10 долгих дней предстоит нам есть, доедать, готовить, снова доедать, ну и так далее. И каждый выбирает для себя, как проведёт новогоднюю ночь. Кто-то в кругу семьи и будет готовить по каким-то фирменным рецептам, по семейным рецептам. Кто-то выберет кафе, ресторан, кто-то поедет за город, будет жарить шашлыки. Вообще возможностей очень-очень много, но мы сегодня в эфире попробуем раскрыть все тайны, как правильно подготовиться к новогоднему столу, причём без лишних, наверное, каких-то ценовых затрат и без лишнего морального ущерба. Вот как процесс подготовки пищевой части у тебя проходит? Ты готовишь всё? То есть у тебя где-то там с утра 31-го разделочные доски? Ты знаешь, к моему счастью, все последние годы проходило так, что 31 декабря был рабочим днём, и когда приходишь домой уже в 8 часов вечера, минимальный какой-то набор продуктов питания готовится, на стол выкладывается, и все уже счастливы. Обращаемся к руководству, нет смысла что-то менять для Оксаны в нынешнем году. Ну а если серьёзно, сегодня мы попытаемся понять, что же хотят нижегородцы, чем будут радовать себя, будет ли настоящий праздник живота, тем более что возможностей много, не обязательно самому чахнуть над сковородками, кастрюлями и всевозможными салатницами, можно еду заготовую заказать, ну а если вы чувствуете в себе уверенность в вашем кошельке, прежде всего, вы можете уже и в кафе, и в ресторан ходить, можете выбирать разные, составлять целые ресторанные карты, мне кажется, всё это будет интересно. Знаешь, из наблюдений за ценовой динамикой продуктов, значит, цены на горошек остались стабильными, просто исчезли в некоторых магазинах некоторые его виды, а вот цены на куриные яйца достигли страшной отметки 80 рублей. Это заметили многие, но давайте выясним, как наш коллега, ведущий информационных программ Максим Метлин, будет отмечать Новый год, что будет на новогоднем столе. Максим, добрый день. Привет. Здравствуйте, Оксана Илья. Я буду работать в Новый год, но когда приступаешь к новогоднему застолью, я думаю, нужно всегда знать меру, потому что иногда можно съесть меньше положенного. Вот, Максим, скажи, важный вопрос, как мужчина-мужчина я тебе задаю, что важнее всё-таки, еда или то, что жидкое на столе? Я думаю, что баланс должен в этом присутствовать, разнообразие, я всегда за разнообразие. Учись у старших коллег. Из еды, главное, чтобы и мясо, и рыба. И мясо, и рыба. Ну, 3 января там уже всё равно, но всё одинаково выглядит. Ну, а я готов рассказать о самых важных и актуальных событиях к этому часу. Это время новостей. И прямо сейчас о том, что уже произошло в Нижнем Новгороде и области. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сегодня принимает участие в заседании Госсовета, которое будет посвящен теме развития волонтёрства и социально ориентированных организаций. Заседание станет итоговым в 2018 году. Председатель Госсовета, президент России. В составе председатели Совета Федерации и Госдумы, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители регионов, руководители фракций в Госдуме. 28 лет сегодня исполняется Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидацией последствий стихийных бедствий России. По этому случаю в Центральном дворце культуры железнодорожников состоится торжественное собрание, посвященное Дню Спасателя. Лучшим сотрудникам и работникам вручат ведомственные награды, почётные дипломы и благодарственные письма, а также будут присвоены очередные специальные звания. Праздник любимый с детства. А как Новый год отмечали сто лет назад? В Нижегородском государственном общественно-политическом архиве представили уникальные документы и фотографии, сохранившие память о том, как главный зимний праздник отмечали в разные периоды времени. В годы гражданской войны ёлки для детей организовывали заводские комитеты. В 20-е и 30-е годы на Новый год праздничные гуляния не устраивали. Это считалось пережитком буржуазного прошлого. А во время Великой Отечественной войны детей поздравляли только снегурочки. По воспоминаниям нашего земляка Александра Марковича Цирюльникова, в детском садике сказали воспитательнице, что Дед Мороз не может быть. Он выполняет правительственное задание. Морозит, так как и немцы. Как выбрать продукты к новогоднему столу? Сколько хранить салаты в холодильнике? Какие правила нужно соблюдать при приготовлении новогодних блюд? А какие рекомендации нужно учитывать по выбору красной икры? Где покупать продукты? На что смотреть при покупке? Обо всем этом рассказали представители Роспотребнадзора. Также специалисты дали рекомендации по покупке алкоголя на Новый год, а также ответили на вопрос, можно ли покупать алкоголь через интернет. Подробности расскажем в выпуске новостей в 17.30. Сертификат на 250 тысяч рублей. Сегодня в Нижегородском Кремле торжественно вручили учителю физкультуры школы номер 156 Нижнего Новгорода. Сергей Лебедев стал лауреатом заключительного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России». С одним из лучших педагогов страны лично встретился глава региона Глеб Никитин. Получить признание не только на областном, но и на федеральном уровне для Сергея Лебедева – главная награда. К участию в конкурсе «Учитель года» преподаватель физкультуры готовился долго и тщательно. Уже после первого этапа, на котором нужно было провести методический семинар и открытый урок, Сергей Лебедев вошел в число лучших участников. Все учителя и весь образовательный комплекс региона объединился, помогал. Это была такая совместная работа, хотя, конечно, нельзя ни в коем случае недооценивать личный вклад. Я лично сам участвовал, смотрел, когда был региональный этап отбора «Учитель года», видел мастер-класс от Сергея. Я уже тогда почувствовал, что с этим парнем у нас все будет хорошо и у нас большие шансы на победу. На втором этапе Сергею Лебедеву предстояло пройти сразу три испытания. Провести мастер-класс, классный час и представить членам жюри свой образовательный проект. Готовить выступление помогали сотрудники регионального института развития образования и профильного министерства. И как результат, преподаватель физической культуры школы номер 156 Нижнего Новгорода стал одним из 15 лауреатов «Учителя года». Но главным успехом своей профессиональной деятельности Сергей Лебедев считает не личные награды. Искреннюю такую радость испытываю не от своих побед в частности, а от побед своих детей. И пускай порой они начинают говорить, что я всего добился сам, я все смог, я прорывался, а за спиной у него стоят его родители и учитель. Сергей Лебедев единственный участник от Нижегородской области, кто за последние 10 лет вышел в финал «Учителя года». Кроме того, он стал первым преподавателем физической культуры, кто за всю историю проведения конкурса вошел в число лауреатов. Валерия Стародумова, Максим Веселов, Время новостей. А вот что еще будет проходить сегодня в Нижнем Новгороде. В 14.00 впервые в выставочном комплексе откроется персональная юбилейная выставка произведений мастера по кружевоплетению Галины Котовой «Балахнинское кружево». В 15.00 в школе номер 69 глава администрации Московского района Владимир Карапотин встретится с руководителями муниципальных учреждений и организаций. В 16.00 в выставочном комплексе откроется персональная юбилейная выставка керамики Марины Абдулиной. На этом пока все. Вернусь ровно через час и передаю слово своим коллегам Оксану Илья. Спасибо, Максим. Ждем тебя ровно через час со свежим выпуском новостей. Как он хорошо начал фразу. 250 тысяч рублей вручил губернатор. И только хотелось подняться для того, чтобы получить эти 250 тысяч. Но не нам, но другому достойному человеку. Человек-учитель физкультуры, который стал учителем года. Вот когда станешь физруком, а я трудовиком, тогда может быть что-то и получится. Возвращаемся к нашей основной теме. Предновогоднее настроение. Но еще и планы предновогодние, которые касаются прежде всего стола. Чем угощать себя в новогодние праздники? Стоит ли готовить самому? Или искать какие-то другие варианты? Попытаемся сегодня на этот вопрос в прямом эфире ответить. Что будет у вас на вашем праздничном столе? Решили вы или нет? Делитесь рецептами. Почему нет? 434-34-34-77, телефон прямого эфира. Как мне нравится вариант, когда ты озвучил другие варианты развития событий, лишь бы самой не готовить. Собственно говоря, такой вариант и присутствует в нашем опросе. Он уже размещен в нашей группе ВКонтакте день за днем. Там активно уже идет интерактивное голосование. Готовите ли вы сами на Новый год? Спросили мы у вас. Вариант первый, да. Оливье, сель под шубой. Ясо по-французски и так далее. Это то, что мы готовим из года в год. Ничего не хотим менять. Выбирайте этот вариант, если у вас так. Так, вариант второй, наверное, для экономных. Иду есть к друзьям и знакомым. Сразу вспоминаем про всех друзей, которые у нас есть, были и будут, родственников. И идем к ним. Стоит напомнить им о себе перед Новым годом, если вы хотите быть сытым. Ну и последний вариант. Ну знаете, насколько можно делать что-то руками? Зачем что-то выдумывать? Когда у нас есть прекрасные заведения, можно из любого абсолютно заказать все, что захотите, побаловать себя тем, чего вы не пробовали ранее. Голосуйте вариант. Это тогда для вас последний в нашем опросе. Телефон прямого эфира 434-34-77. Можно дозвониться в наш эфир, рассказать, может быть, о своем каком-то фирменном блюде, почему именно его нужно подготовить и почему вы его готовите из года в год. Обязательно дозванивайтесь, выслушаем вас. Если есть какие-то вопросы к шеф-повару или к тем людям, которые занимаются доставкой еды на дом, так же будет возможность. И специалист из Роспотребнадзора также появится в нашем эфире. Ну а прямо сейчас предлагаем посмотреть наш видеоматериал нашей коллеги Екатерины Набирковой о том, как отправиться в магазин и правильно подготовиться к наступающему Новому году. Подготовка к встрече Нового года начинается с разработки меню. Первое, что стоит помнить, покровительница 2019 года свинья. Поэтому никаких блюд из свинины. Замените жирную лопатку или окорок, например, на утку с яблоками или курицу. Если желаете диетического мяса, запеченная индюшка. Баранина, говядина, рыба тоже допускаются. Рецептов море, поэтому сложностей никаких не будет от самых простых до изысканных. Если отталкиваться от символа грядущего года свиньи, то помним, что кабаны и поросята любят овощи. Поэтому на праздничном столе должны присутствовать морковь, картофель, свекла, обязательно капуста, любимое блюдо свиньи и символ прибыли. Приготовить эти самые простые овощи можно по оригинальным рецептам и, конечно, красиво оформить. Если считается, что поросята не очень аккуратные животные, это не значит, что новогодний стол может быть неряшливым. Так как свиньи любят много поесть, угощений тоже должно быть много. Нарезки, салаты, фрукты, овощи. Ну и как обойтись без традиционной селедки под шубой или салата оливье? Конечно, эти любимые закуски будут на столе большинства россиян. И, конечно, главное украшение новогодних интерьеров – елка. Но есть некоторые нюансы именно года 2019-го. Так как грядет год желтой свиньи, при оформлении стола должен присутствовать этот цвет. Ну и, конечно, традиционный новогодний красный. И побольше зелени, и красиво, и угодите покровительнице года. Диетологи каждый год напоминают, что есть ночью не очень-то полезно и привычно для нас. Поэтому праздничный ужин должен быть все-таки не в 12 часов ночи. Обой курантов встречайте бокалом шампанского и фруктами. И не забывайте, новогодние праздники длятся больше недели, поэтому не стоит перегружать свой организм в новогоднюю ночь всякими излишествами и алкоголем. Умеренность во всем приумножает радости жизни. Осмотрели мы сейчас этот видеоматериал, и мне показалось, у кого-то из наших замечательных операторов заурчало в животе. Но для того, чтобы понять, что нужно приготовить в новогоднюю ночь, чтобы следующий 2019-й был успешным, счастливым, а самое главное вкусным, узнаем у нашего эксперта, который прямо сейчас появится в студии. Это шеф-повар Нижнего Новгорода Руслан Галуза. Руслан, добрый день. Заходите к нам. Проходите, присаживайтесь. Здравствуйте. По наступающим вас. И вас также. Вам никто не говорил, что вы похожи на Деда Мороза? Говорили. Легко. Но больше склонно говорить, что я похож на Санта-Клауса. Я против, я больше на Деда Мороза согласен. Руслан, имеет значение для повара, каким будет следующий год по всем этим невозможным китайским гороскопам? Или самое главное вкусно приготовить? Ну, вкусно приготовить, это действительно очень важно. Но любая смена года, конечно, имеет значение. Почему? Потому что повара, люди не глупые, тоже следят, что будет в тренде. Вот это важно. То есть, если у нас кто-то там любит китайские гороскопы, но мы все знаем, что свинину наш народ любит, то повар должен как-то выкрутиться, чтобы и свинина была. Он может приготовить и свинину, сказать, ребят, да, это индейка, что вы, все нормально. Нет, он должен сказать, что это игрушечная свинина или свинина пластилиновая, неважно. Ну, в общем-то, чтобы как бы и человека не обидеть, и в то же время во вкус не разочаровать. Есть какие-то тренды на 2019-й, на предстоящую новогоднюю ночь, чем будете удивлять тех людей, которые придут к вам? Ну, безусловно, тренды есть. Сейчас очень большой тренд – это здоровое питание, и все, что делали раньше, тот же самый оливье или сельс под шубой, можно делать… Без майонеза? Ну, можно делать майонез самостоятельно, и это тоже очень важно, не покупать. Можно делать овощи печеные, и это тоже сохраняет очень многие свойства овощей, и плюс дает дополнительные вкусовые качества. То есть есть очень много сезонных овощей, которые раньше были недоступны или, например, доступны, и мы, как сумасшедшие, допустим, там покупали летом апельсины, да, хотя они созревают зимой. То есть если человек соблюдает сезонность, это уже полезно. Из трех вариантов, которые у нас сегодня предложены для наших телезрителей – готовка самостоятельная, доставка из специальных там заведений, либо поход в кафе-ресторан, вот вы бы что выбрали? Я бы просто между первыми двумя пунктами поставил букву «И», и это было бы самое правильное. И это будет про вас. Да, это будет самое правильное. То есть готовлю дома, иду, друзья. Вот ведь как. Но есть еще очень известный эпизод одного известного фильма, который говорит сам за себя, и мы не могли обойти его стороной. Ну, давайте посмотрим его, да, без него никак. Ой, какая гадость, какая гадость эта ваша взрывная рыба. Ирония судьбы. Мне кажется, когда речь идет о том, когда молодые дети идут к старшему поколению, отмечают Новый год, то обязательно там заливная рыба какая-то. Холодец. Холодец с разным количеством наполнения, да, иногда близится к состоянию жидкости и так далее. Вот такой консерватизм, он хорош, когда люди говорят, у нас традиция, мы готовим вот одно и то же каждый год вообще. Ну, знаете, консерватизм хорош, когда ты его начинаешь понимать с возрастом, но он же есть и плохой или хороший, консерватизм. Если рыба действительно гадость, и это консервативность года в год, то что тут хорошего? Вот. Ну, а если действительно люди каждый год готовят оливье по-своему особому, там кто-то кладет там свежее яблочко, например, или делают там селедку под шубой, например, я вот не ем, допустим, селедку, и мне готовят огурцы соленые, да, тоже под шубой. Это тоже безумно вкусно. Но это уже традиция, и я, конечно, радуюсь. Но вы за эфиром говорили нам, что есть не селедку под шубой, хотя и ее тоже, и заливную рыбу тоже можно вкусно приготовить. Ну, конечно, можно и нужно. Просто я говорю, что это сейчас как раз вот мы говорим о трендах. Здоровое питание – это один из трендов. Второй тренд – это возрождение русской кухни, национальной, скажем так, потому что это тоже важно. Вот. Вот возрождение нашего продукта. И вспоминаются старые рецептуры, которым 50-60 лет, к сожалению. Паренная репа. Ну, это более древние вещи, это шефы знают, которые увлекаются старой русской кухней, они пытаются доставать откуда-то из исторических источников, доставать эти рецептуры. А то, что нам под силу, это те старые книги, которые были напечатаны, или, точнее сказать, перепечатаны во время Советского Союза. И там есть перепечатаны книги дореволюционные, сразу послереволюционные. Там есть очень интересно, много таких интересных вещей. А вкусной и здоровой пищей? Ну, например, да, хотя там ничего вкусного и здорового практически нет, но там есть некоторые идеи, которые можно трансформировать, имея современные продукты, имея современные какие-то технологии, сделать действительно интересные вещи. Если человек увлечен к кулинарии, он обязательно найдет, отыщет. Можно ли сделать новогодний стол еще и экономным? Попробуем понять прямо сейчас. Эксперты подсчитали стоимость новогодней продуктовой корзины в России в 2018 году. И вот какие цифры получились. Ну, конечно, она вырастет. Сразу забегаем вперед. И слегка, конечно, не вот прям кратно. Сейчас это 6253 рубля на семью из четырех человек. Таков новогодний набор. За такие деньги реально ли что-то приготовить действительно сытное, стоящее для семьи из четырех человек, как вы думаете? Да, реально приготовить, если мы исключаем алкоголь. Подождите, зачем мы его сразу исключаем? Нет, я сейчас объясню. Все зависит от того, что человек хочет. Может быть, человек хочет выпить, допустим, очень крутой алкоголь, он стоит очень больших денег, соответственно... Ни в какую продуктовую корзину это не уберется. Совершенно верно. Поэтому, если это продуктовая корзина, и это мы говорим о продуктах, а не об алкоголе, и мы это говорим об одном ужине, а не о месяце проживания, да, как нам пытаются объяснить, да, да, то в принципе это возможно, потому что достаточно порядка 500-600 рублей на человека, чтобы, имея руки и голову, приготовить действительно достойный стол. Поэтому этой суммы должно хватить, безусловно. Самое главное не только закупить сразу все эти продукты, засунуть их в холодильник, да, и приговаривать постепенно каждый вид продуктов к приготовлению. Важно все это еще правильно выбрать и сохранить. Я думаю, что в этом нам помогут разобраться наши друзья из Роспотребнадзора. Давайте пригласим следующего нашего гостя, специалист Роспотребнадзора, Межгородское управление, Елена Кочурова в нашем... Елена, добрый день, проходите, присаживайтесь. Здравствуйте. С наступающим вас. И вас, тоже. Вы даже перед Новым годом форму не меняете, всегда вот погоны и все остальное. Открою вам секрет, мы ее вообще не меняем. Вот перед Новым годом становится ли больше работы или это обычная, рутинная работа изо дня в день, ничего тут особенного перед новогодними праздниками нет? Вообще-то граждане становятся активнее, потому что все ходят по магазинам, все сталкиваются с какими-то проблемами, возможно, и быстро на них реагируют. У нас граждане сразу пишут обращение к нам. На что жалуются чаще всего в таком смысле? Жалуются на реализацию с висекшим сроком годности продукции. Поступало две жалобы к нам, например, на реализацию фальсифицированной икры. То есть все в рабочем порядке, отрабатываем. Как выбрать правильно продукты для того, чтобы не было больно в новогоднюю ночь? На что обращать внимание, прежде всего, покупателю? Прежде всего, не реагировать на акции, потому что всех привлекают, конечно, цены. Но учтите, что вы будете готовить блюда через несколько дней, и поэтому эти продукты могут уже быть с висекшим сроком годности. То есть вообще все продукты, из которых вы будете готовить, нужно проверить на срок годности. Наверное, за исключением тех случаев, когда приходите ко мне, у меня стол с просрочкой в новогоднюю ночь. Это уже специальная акция, другая история. Руслан, насколько вот нужно действительно обращать внимание на качество продукта? Вы, наверное, как повар скажете, что продукт должен быть идеальным для того, чтобы он и смотрелся на столе вкусно, и употреблялся вкусно. Знаете, это и есть основа кухни. Вот европейская кухня, она как раз подход не такой, как был у нас в Советском Союзе, из того, что есть, из того и приготовим. Как раз был изначально продукт, и задача повара его не испортить. И в этом есть большая мудрость. То есть, если мы уделяем внимание первостепенности, важности, свежести, качеству продукта, дальше задача просто его не испортить. Задача купить хороший свежий продукт в магазине, в современном стандартном супермаркете, она вообще выполнима? Или это нужны какие-то исключительные эксклюзивные каналы связи? Говорит, вот Роспотребнадзор предупреждает, что мухлюют ребята. Да, мухляжа очень много, и я думаю, что просто сейчас такое время, что купить можно все. Как хорошее, так и плохое. Разбираться в этом надо. Совершенно справедливо, что не надо обращать внимание на акции. Очень много акционного товара только для того, чтобы сбросить. Сейчас пулки магазинов перегружены. Задача маркетологов и задача ритейла – продать. Не задача накормить, удивить. Задача продать и заработать. И это надо просто понимать. Если человек это понимает, он знает, что он будет готовить, он понимает, на бумажке надо написать, это такой-такой лайфхак, что вы собираетесь купить, пошли, посмотрели, выбрали лучшее, купили. И поверьте, что зная объем купленного, вы и деньги сэкономите, и продукт у вас будет хороший, и ритейл начнет задумываться, почему хорошее берут, а плохое нет, и, возможно, пойдут улучшения. Приходить надо не на пустой желток. Это тоже важно. Ну, это совершенно верно. И давайте не будем забывать, что все-таки ни в одной семье, ни одна новогодняя ночь не обходится без той самой бутылки шампанского. Насколько я знаю, Елена, ваше управление также проводило проверку и этого напитка. У нас в постоянном режиме осуществляется контроль за качественной безопасностью алкогольной продукции в течение всего года, не только под Новый год. Хотелось бы, пользуясь случаем, напомнить потребителям, что покупать алкогольную продукцию дистанционным способом нельзя. Нашим законодательствам это запрещено. Употребляя такой алкоголь, вы можете причинить вред своему здоровью. То есть у вас есть возможность. Вообще покупать алкогольную продукцию нужно только в стационарных организациях торговли. Интернет не поможет. Исключен, это противозаконно. Покупать в организациях торговли алкогольную продукцию вы можете спокойно. Можете обратить внимание на документы, которые сопровождают эту алкогольную продукцию. На бутылку посмотреть, внешний вид, содержимое бутылки. Изучить этикетки. То есть выбор сделать такой, как вам нужен. Какой нужен. Наличие акцизной марки говорит о качестве продукта? Нет. О качестве продукта говорит декларация о соответствии этого продукта. Которая подтверждает, что этот продукт безопасен. Это отдельная бумага, которую при желании можно затребовать торговой точкой. Это документ на законном основании, который каждый потребитель может потребовать у продавца. И он обязан предоставить этот документ. Отдельная тема с салатами. Давайте про нее поговорим. 31 декабря делается салат. Ну, знаете так. Большой тазик. На литра полтора. Десять дней, не знаю, возможно. И все это, значит, потом разными членами семьи, уцелевшими гостями, доедается в течение новогодних праздников. Есть ли какие-то рекомендации, сколько это вот хранить, не знаю, вот эту цистерну оливье, когда ее надо учить? Вы говорите страшные вещи. К сожалению, такое бывает. Вообще нужно учесть то, что все, что вы приготовите к праздничному столу, вы должны скушать в течение суток. То есть объем нужно рассчитать на количество членов семьи или гостей. На стол выставляются ваши праздничные блюда порционно. Не надо все выкладывать то, что у вас имеется сразу же. А как же богатство показать? Богатство будете показывать постепенно, удивлять будете всю ночь. Просто вы должны помнить, что скоропорчащиеся продукты не должны храниться при комнатной температуре больше двух часов. Все, значит, два часа прошло, пожалуйста. Сутки холодильник, два часа без него. Да, то же самое это касается и незаправленных салатов. А, кстати, заправлять салаты можно только перед подачей к столу. Заправленные салаты не хранятся даже в холодильнике. Так вот, незаправленные салаты и компоненты к салатам хранятся в холодильнике также не более суток. Жестко. Руслан, какой салат тогда приготовить? Вы как-то еще погрустнели сразу. Нет, я просто думаю, вспоминаю, думаю, ну, понятно, что все знают свои правила. И очень часто люди мучаются с утра и подозревают, что там похмелье, да, но понимают, что против биологии-то ведь не попрешь. Если обсеменение продукта пошло, оно пошло. И то, что человек по вкусу это не чувствует, это не значит, что он не съел. Ни о чем не говорит еще. Да, поэтому шутки-то такие, плохие. Лучше не шутить, правда. Оливье никто не мешает нарезать и оставить незаправленным. Перед столом заправили, поставили, съели. Кто забыл? Оливье в банке хранится там 48 часов незаправленной легко в холодильнике. Отсыпайте, заправляйте, ешьте. Никто же не мешает. Ну, вот, правда, мы привыкли тазиками. А самое главное, что то, что было сказано, мы действительно не понимаем объемов. Я могу для телезрителей сказать просто, что человек за два часа может съесть 600 грамм еды. Всего? Да. Как же у меня вошло тогда? Дальше в геометрической прогрессии это будет уменьшаться. То есть фактически за три часа он съест примерно килограмм. Вот. И это не считая выпитого. Больше не съедите. Женщины съедят намного меньше. Ну, сделайте примерный расчет. Это не так сложно на самом деле. Вы посчитаете, сколько надо килограмм еды, допустим, на стол из четырех человек. После этого вы можете сделать простую математику. В любом случае за сутки вы это съедите. Просто очень многие люди жалуются на недостаточность средств, не понимая, что у них лежит в холодильнике. В холодильнике у них лежит 50% еды и 50% мусора. Это я вам гарантирую. Любой холодильник проверив, можно в этом убедиться. А мусором что подразумевает? Мусор это продукты, которые вы не съедите и выкинете. То есть, что потом пойдет в пиццу. Да, это то, на чем зарабатывает ритейл, да, и что потом может пойти в пиццу. Но, возвращаясь к вопросу о том, как предприниматели пытаются нас поймать с помощью акций, реализовать за год все, чтобы не брать ничего с собой в год будущий. Кто этим больше грешит? Крупные сетевики или какие-то мелкие магазины или, не знаю, там, рынки, да, которые еще уцелели? Какая-то есть информация у Роспотребнадзора на эту тему? Ну, такой статистики нет, кто больше, кто меньше. У нас презумпция добросовестности, то есть, никто не должен грешить. И все должны понимать потребителя и предлагать, мы с вами тоже потребители ходим. И они, потребители, также ходят в магазины, правильно? Желательно никому никого не обманывать. Поэтому встречаются такие нарушения, действительно, но есть добросовестные. Руслан, вы где предпочитаете покупать продукты питания? Это все-таки сетевые магазины или на рынке проверенные? Я покупаю везде. Вот я покупаю везде. Но дело в том, что мне проще. Я с продуктом работаю часто, много, и я его знаю. Вот. Мне проще, потому что продукт видно. Более того, я вам так скажу, что чисто здорового продукта сейчас найти очень тяжело. Очень тяжело. Поэтому специально как бы заморачиваться не надо. Действительно, надо смотреть просрочку. Если вам визуально не нравится, ваша интуиция подсказывает, не надо брать. Не надо брать. Особенно сейчас очень модно побитый, неликвид или еще что-то продавать дешевле. Зато дешево. Вот везде, где, да, нарушена упаковка, помятая, вот сразу нет. Вот консервная банка помятая сразу нет. Вот сразу нет. Потому что есть особенность, когда металл ломается, да, у него идет окисление. И несмотря на то, что там нет кислорода, окисление все равно происходит. И вот не надо. Действительно, упаковка ненарушенная. Рынок это или магазин совершенно никакого значения не имеет. Но не имеет это значение. Имеет значение качество, время привоза, время хранения, внешний вид. Ну, а дальше уже смотрим сами. Это самое важное. Прежде чем мы Елену отпустим, хотел спросить, а вы сами на Новый год готовите или все-таки уже... Я готовлю. И спразднуюсь в кругу семьи. Самое любимое блюдо новогоднее есть у вас? Даже если это оливье, ничего страшного. Нет. Признавайтесь. Это глупцы. А, глупцы. Неожиданно. Хороший выбор, очень достойный выбор. Мы благодарим вас за участие в программе. И благодарим за участие во всех наших эфирах в течение всего этого эфирного года. Потому что те темы, которые возникали, всегда были поддержаны активно управлением Роспотребнадзора. Всех сотрудников с наступающим. Но у нас сейчас небольшая пауза в эфире. Коммерческая прилетит мгновенно. Мы продолжим разговор в прямом эфире. Мы продолжаем пищевую тему в прямом эфире ННТВ. Что приготовить на новогодний стол? Стоит ли вообще готовить? Или есть другие какие-то способы? Мы ждем ваших голосов в нашем опросе. Вы сейчас будете заведовать, потому что у нас в эфире все вкуснее и вкуснее. Руслан Галуза взял на себя такую нелегкую ношу. И даже уже что-то съел, пока шла реклама. Из того, что у нас есть, и из того, что немножко принес он, приготовить что-то красивое, вкусное. Руслана, что может получиться из того набора продуктов, которые сейчас у нас есть на столе? Ну, мы сделаем наверняка что-то красивое, наверняка что-то полезное. Я постараюсь... Вы пока не знаете, что можно из этого сделать? Можно сделать, конечно же, салат. Сразу видно, есть масло, уксус, там, овощи. Но я кое-что принес интересное, тоже еще расскажу. И сделаем салат, но не совсем банальный. Ага, не банальный салат в эфире нового нижегородского телевидения. Руслан, мы оставляем вас с этими продуктами питания. Можете ни в чем себе не отказывать, начинайте работать. Отлично. А мы сейчас переключимся на другое направление, которое вот как раз уходит от того, чтобы делать что-то самому руками. Мы приглашаем в студию основателя генерального директора группы компании «Автосуши» Максима Бурганова. Максим, здравствуйте, проходите, присаживайтесь. Добрый день. Рядом с нашим кухонным столом сегодня уж вот так получилось. Сейчас не покушать. Вы как раз отвечаете за то направление, когда вас угощают. Когда вы вот пытаетесь всех нас освободить от каких-то обязанностей по столу и готовы привезти много всего вкусного домой. Уже много-много лет, да? Да, 9 лет уже. 9 лет уже вы нас освобождаете от этой ответственности. Насколько я знаю, вы вот до последнего не принимаете заказы в предновогоднюю ночь? Или может быть что-то изменилось за последнее время? Нет, до последнего не принимаем, потому что, во-первых, очень много. Во-вторых, сотрудников тоже нужно отпускать домой. Они тоже хотят отмечать Новый год. То есть вы не из тех руководителей, которые на всю новогоднюю ночь на прикол ставят... Нет, и 1 января мы не работаем принципиально никогда, как бы нас ни просили, потому что... Вам не нужны деньги, мы поняли. Нет, нам просто нужны довольные сотрудники. Но, смотрите, суши, наверное, теряют популярность все-таки? Нет? Нет. И те тенденции, которые были 9, 8, 7 лет назад, они сохраняются и до сих пор так же востребованы? Вы знаете, если продукт хороший, он востребован всегда. Мы много, уже тысяч лет там едим салаты, хлеб и все остальное. Это просто относительно новый для нас продукт. И по меркам вселенной, там 10 лет, 20, это ни о чем, ни срок для продукта, совершенно верно. Я думаю, что у любого продукта, если он хороший, большие хорошие перспективы. А если говорить о доставке, то она вообще, в принципе, в мире набирает очень большие обороты. Я вот недавно был, относительно недавно был в Германии, разговорился с таксистом. Значит, он говорит, у меня у друзей, он сам бывший выходец из Советского Союза, то есть живет в Германии лет 25, наверное, хорошо говорит по-русски, и говорит, что у его дочери дома никогда не было кастрюли и сковородки. Они живут там много лет, и это совершенно нормальное явление для многих. То есть они едят вне дома. То есть я сейчас ни в коем случае никого не призываю, есть вне дома. То есть немецкие домохозяйки не стоят 31 декабря где-то там на Чадове? Мосты стоят, но в повседневной жизни они совершенно спокойно ведут и где-то потребляют. Потому что это, во-первых, очень развито, во-вторых, это относительно недорого. С тем уровнем дохода, который они имеют, они могут себе позволить какую-то часть своих доходов тратить на питание вне дома. Есть какие-то тенденции, есть какая-то мода, есть какой-то любимый ролл у нас, у нижегородцев, который пользуется особой популярностью? Есть. Филадельфия, которая не меняется из года в год. Совершенно верно. Это твой выбор, я знаю. Знаете, например, в городе Липецк все безумно любят есть Канаду, угря любят. То есть это по нашим продажам совершенно четко видно. Но нижегородцы едят рыбу. Карту суши можно составить, наверное, да, в каждом городе? Конечно, да. Мы, кстати, ее составляем и знаем уже как минимум в 26 городах. Где какие особенности? Где какие особенности у людей. И они отличаются, поверьте, в корне, как в европейских странах друг от друга. Но у вас не только направление японской кухни, есть еще, ну, скажем так, итальянская кухня, это направление пиццы, да? Да. Все-таки что у нас, у нижегородцев, больше популярно, это японская кухня? Это не та пицца, куда мы скидываем то, что... Да, я уже посмеялся за эфиром. Когда вы это говорили. Сложно сказать, что популярнее. Это, знаете, как вот выбрать между, наверное, мороженым и борщом. Где-то вот там, вот из этой же оперы. Потому что, во-первых, у этих продуктов разный потребитель. В большинстве случаев пиццы. Это дети, мужчины. Суши, это больше женщины. Дети и мужчины, я понял. Вот. В одну категорию попали. Да, совершенно верно. Поэтому сложно сказать, что популярнее. А, говоря о доставке. Вот сейчас это все стало, в последний момент, очень доступно. Благодаря тому, что появились всякие агрегаторы, службы доставки. Вы, я так понимаю, не работаете с ними? Мы работаем с одним из агрегаторов, но не везде. Очень осторожно как-то к этой теме. Очень осторожно к этой теме относимся. И агрегаторы мы больше используем в качестве привлечения заказов, но не в качестве осуществления самой доставки физической. То есть, как это делает, ну, известный, там, небезызвестный, там, Яндекс, да. Вот. Вообще, организация собственной службы доставки достаточно долго, дорого, сложно. Вот. И позволить себе это, может, не каждая компания. Вот. А пользоваться, допустим, вот, услугами сторонней доставки могут себе позволить компании, либо для которых доставка – это не профильный процесс, либо, если очень большая маржинальность у продукта. Но все равно довольно затратная история. Вы не планируете отказываться от собственной службы? Нет, от собственной службы не планируем. Во-первых, я очень сильно переживаю, знаете, за что? За то, что конечный потребитель будет иметь дело с посредником, который, пока я не понимаю, как будет нести ответственность за какие-то возникшие, возможно, возникшие ситуации. Продолжим. Ну, слушали вас, Руслан, а вы уже все. Ну, да, не надо перегружать блюда, то есть здесь достаточно вкусов, это достаточно яркое блюдо и по-настоящему зимнее, новогоднее. Расскажите, что в нем, что у нас получилось в результате? Ну, смотрите, получилась такая история интересная. Есть хурма, сорт которой называется персимон. Да, я ее представлял, уже говорил, рассказывал. Цвета нашего дивана. Да, она очень твердая, когда продается. Определить ее можно по нескольким характеристикам. В первую очередь, это, конечно, она всегда крупная, она не бывает мелкой, она всегда твердая и она всегда дорогая. То есть это вот 300 рублей. Руслан, вот если бы я не попробовала ее до эфира, я бы вам сказала, что русские такую хурму не едят, она вяжет. Вот, вот, эта хурма вязать не умеет совсем, то есть она вообще не вяжет. Но за 300 рублей, как бы она могла бы и не вязать. Да, всегда сладкая, вот, и наши могут просто купить, положить ее в морозильник или на мороз, чтобы она стала еще слаще. После мороза она, конечно, развалится. Показывать ее гостям и убирать обратно в морозилку. Вот, и на самом деле вот такая вот простая, я вот могу дать попробовать. Она действительно не умеет вязать, ее прямо со шкуркой, она действительно не имеет семечек, она очень вкусная, очень нежная, вот, хорошо... Хорошо сочетается. Дальше я зашел, тут у вас рядом открылся рынок, да, средной, я зашел, купил топленого творога, я очень люблю работать с топленым творогом, обожаю просто. Это лучше любого сыра, он всегда свежий, он всегда очень ароматный, всегда очень вкусный. Вот, вяленый томат, не надо покупать те томаты, которые продаются сейчас на рынке, вяленый томат хорош тем, что у него всегда сбалансированный вкус, всегда ровный, и он всегда одинаковый. Потому что зимний помидор, это зимний помидор. Это бледное страдающее существо на прилавке. Поэтому мы берем вяленый томат, используем масло и, конечно, деревенская сметана. Фактически это готовый салат, это действительно очень вкусно, легко сбалансировано, элементарно делается, красиво выглядит. Абсолютно, 5 баллов, ну, 20 минут еще до конца эфира, а у меня глаза уже смотрят только на эту тарелку. Я знаю, Максим, у вас при готовке как минимум роллов тоже есть секреты по выбору продуктов, по хранению продуктов. Очень много нюансов по выбору авокадо. Да, это вообще самый капризный продукт. Который у вас то есть, то нет. Совершенно верно. Некоторые компании давно уже отказались, в принципе, от использования авокадо в своем ассортименте, потому что авокадо очень капризный с точки зрения температурных режимов. И очень часто недобросовестные перевозчики скрывают факт того, что в процессе транспортировки случилось... И уже пришел конец, да? Большинство машин, ответственных компаний, снабжаются температурными датчиками, специальными GPS-модулями, которые фиксируют весь путь авокадо, его температурный режим. И очень часто это скрывают, и поэтому в России, начиная где-то с октября и по март, авокадо – это русская рулетка. Он хороший внешний, все классно, ты его нарезал, положил в ролл, отдал, отдал в хорошем виде. Через 20 минут он окислился весь... Горький. Горький, почернел, окислился, и ты понимаешь, что ты отдаешь с кухни, с ножа хороший продукт, совершенно добросовестно. А покупатель получает в результате... А покупатель покупает окисленный продукт. И мы, безусловно, даже не разбираемся, всегда возвращаем либо деньги, либо предлагаем заменить, либо что-то еще. Зачем вам это авокадо? У нас есть прекрасная... Огурцы. Огурцы, это само собой. Как еще раз она называется? Это сорт персимон. Да, вот может быть его куда-то там закатать уже... Слушайте, ну кулинарные фантазии вообще могут довести до безумия, конечно. У нас есть ролл с яблоками и с рыбой одновременно. То есть это поэтому здесь вот шеф не даст соврать. Просто расширение, собственно говоря, ассортиментное, это не всегда хорошо. Я все-таки предпочитаю уходить в качество. Пусть это будет одно блюдо, но идеальное, нежели 10, но абы каких. Интересно. Но мы, Нижегородцы, уже начинаем штурмовать магазины для того, чтобы закупиться продуктами. Да, вот выбираем и качество, и количество, и акции тоже присматриваем. А некоторые видеоблогеры по этому поводу шутят. Вернее, шутят по поводу того, как мы себя ведем в супермаркетах и гипермаркетах. Давайте посмотрим. Этот день настал. Люди сметают с полок магазинов абсолютно все. Они должны запастись на долгое время без вылазки. Нет, это не апокалипсис, это магазин перед Новым годом. И знаете, мне бесит это предновогодняя суета в магазинах. Всюду эти женщины с тележками, эти мужики с бухлишком. И вот эти новогодние очереди, это неотъемлемая часть новогоднего настроения. И мне кажется, магазины специально нанимают таких людей. Ну вот, пожалуйста, да. Ну, я не знаю, в этом году... Максим, штурмуете магазины? Ну, для себя лично. Для себя лично. Стараюсь это делать не в последний день. Потому что не хочется встать в очередь из таких же идиотов, как я. Потому что, ну, это классика же наша. У нас постоянно нет времени ни на семью, ни на семью. Женщины, уберите тележку, вас здесь не стояло. И вас тоже с праздником. Мы закупили, сегодня 27 число, мы вчера полностью закупили весь новогодний стол. То есть, совершенно спокойно, практически без очередей, комфортно. И вот такого безобразия нет. Все в полном объеме, все купили. Вы отмечаете Новый год дома? Да, с семьей, с родственниками, с близкими. Но мы сейчас покажем, какой стол может быть в ресторане. И, может быть, ваше мнение изменится. Давайте посмотрим на этот новогодний стол в одном из заведений. Там есть что смотреть. Ну, мы сами видим, да, это только вот один стол. Там их, на самом деле, очень много. Здесь, конечно, Руслан, ваши коллеги постарали. Руслан, вот так вот должно быть на Новый год? Дорого, богато? Чтобы там, значит, бараны, свиньи даже искусственные. Мы были удивлены, откуда такие прямо замашки и такие шикарные традиции? Баран практически живьем. Ну, это когда, видимо, вступали в этот год. И пользуется ли это спросом самое главное? Потому что это, мне кажется, только вот сфотографироваться. Да, хотелось бы посмотреть, кто это есть все будет. К сожалению, видео обрывается, мы не знаем, как заканчивается. Ну, вообще, бывают такие, да, заказы? Бывают, бывают. Больше вам скажу. В ресторанах люди совершенно разные. Если у человека есть деньги, ресторатор, шеф выполняет любой каприз. Иногда мы отговариваем людей, объясняем, что не надо этого делать, это не будут есть, это не стоит этих денег. Потому что курица в поросенке, это не самое лучшее, что может быть. Да, а люди говорят, нет, вот там-то было, вот я хочу, чтобы было у меня тоже. И на этом ставится точка. Вот так бывает, бывает, к сожалению. Максим, а у вас были какие-то такие заказы, которые вас удивляли, ну или запомнились? Эксклюзивные какие-то. Да, были заказы, знаете какие, из разряда, нас 50 человек, нам нужно через час и по пути еще что-нибудь купить. Везите грузовик с Роллами. То есть, да, бывало и такое, на самом деле, разно. Вообще, как говорят, за ваши деньги любой каприз, да? Но вот глядя на эту картинку, например, на что могу сказать? Это из разряда, для чего придумали белый шоколад, да, знаете? Для того, чтобы дети афроамериканцев тоже могли испачкаться. Особо аппетита не вызывает вот такой слуги. А вы знаете, мне даже не знаю, с какой стороны к этому подступиться вообще. Это красиво, безусловно, это для Инстаграма, для Ютуба, наверное, больше, чем для гастрономического какого-то там удовольствия. Хотелось просто спросить, а где красиво-то? Не красиво, что это? Нет, но... Что особенно уродливо выглядит на этом столе. Это же безвкусица, ну тут же понятно. Я уже не вижу, понимаете, человек должен понимать, что он ест. Ну расскажите мне, что на столе. Здесь действительно непонятно, мы тут согласимся с вами, потому что и нарезка непонятная, и то, что вот тут внутри этого животного, тоже не очень понятно. Мы все поняли, но ведь на самом деле это и не дешево все очень часто бывает. Вот, Руслан, наверное, скорее к вам вопрос. Новогодний стол, да, накрыть, ну, персон на 10, сколько это по деньгам может примерно стоить? Вот вместе с услугами, например, вашими, да, как шеф-повар? Не то, что мы хотим вас сейчас захантить, как бы, в эфире. Ну, можно, можно. Но на самом деле... Рекламируй как-то. Да, на самом деле все очень индивидуально, повторяю. Если человек хочет, например, просто, но изысканно, то это, безусловно, должен быть очень хороший, дорогой продукт. Если человек хочет получить гастрономическое удовольствие, а не обожраться, да, это еще одна история. Потому что, ну, давайте, чего греха таить, все люди делятся там на две категории. Одни про культурно поесть, другие про пожрать, да, и вот от этого уже будем исходить. То есть, если мы хотим гастрономическое оливье, где овощи запечены или приготовлены с увитом, со специями, по специальным технологиям, вот, с очень хорошим мясом, там, или с перепелкой, например, или с раковыми шейками, или мы хотим банальное советское оливье с колбасой, но главное, чтобы было много. Чтобы красиво лежало. Да, чтобы было много. То есть, это все зависит от цели заказчика и так далее. Задача повара все это хорошо исполнить, безопасно, вкусно, в конце концов. Насколько тяжелая у вас профессия есть? Это интересная профессия, профессия созидать. Мне вообще нравится, когда человек приготовил, и он видит результат своего труда. Вот мы с тобой сейчас от эфирем, и что, мы даже не заметили, как эфир прошел. Но мы искали информацию, на самом деле, сколько стоит провести новогоднюю ночь в кафе, в ресторане, и нашли такую среднюю арифметическую цену вопроса. И не знаю, насколько она велика, сейчас с экспертами попробуем обсудить. Прошу показать. Будьте добры, покажите. Сколько стоит новогоднюю ночь. Это реальные цены в одном из ресторанов Нижнего Новгорода. 5500, где оригинальная программа, ну, по их мнению, живая музыка, зажигательная дискотека, фотосессии, конкурсы, призы, новогодний фейерверк, ну и, конечно же, новогодний стол. Важная история. Алкоголь здесь не учитывается. Алкоголь можно там, по-моему, даже с собой приносить, насколько я понял. Вот 5500, это нормально, Максим? Я вообще думаю, что в этой стоимости оплачено все, кроме продуктов практически. То есть стола-то и не будет. Здесь стола-то и не будет, в том смысле, что, вернее, он будет, но это же, смотрите, это и аренды, и услуги людей, которые все это обслуживают, там, и так далее. И так далее. Дома за 5500 вы накроете на человека такой стол, что вы будете до старого года пытаться это все уничтожить. Но там из аниматоров будет только теща и дедушка, да? Не самый плохой вариант. Вы думаете, это мало? Да, поэтому 5500, я думаю, для какой-то категории людей, которые хотят что-то получить, праздника, какое-то веселье, это может быть даже и недорого. Здесь есть очень один интересный вопрос, который многие люди упускают. То есть люди покупают саму цену и не думая о том, сколько будет людей. Смотрите, цена пропорционально будет возрастать. Чем интереснее программа, соответственно, она должна быть дороже, но сумма будет уменьшаться, если будет делиться на определенное количество людей. То есть 5500, а на сколько это рассчитано? На сколько людей? Маленький зал. Да, если на 100 человек, то мне становится плюс-минус понятно, потому что аниматоры стоят денег одинаковых. Работают они для 10 человек или для 50 человек, это правда, да? Живая музыка тоже стоит одинаково. Здесь вот в чем вопрос. Если эта вечеринка на 10 человек и 5500 стоит, то здесь уже стоит задуматься. В общаге такое можно сделать, да, студенческое, я понял. С Максимом мы выяснили, он отмечает Новый год дома. Руслан, а вы на рабочем месте, видимо? У меня всегда, когда праздники, ни один повар не отдыхает. То есть это отдых очень умышленный. То есть у вас это в ночь 31-е, на 1-е? Во-первых, нас спасают именно люди семейные, которые любят готовить дома. Они реально нас спасают, потому что... Не приходите к нам, да? Пожалейте труд повара. Нет, в те моменты, когда нет праздника, да, они могут питаться в ресторанах, ходить, отмечать банкеты, корпоративы и так далее. А вот именно новогодняя ночь, все хотят быть дома, и поэтому поваров это многих спасает. Хотя многие заведения пытаются себя продать и в новогоднюю ночь. Сугубо мое мнение, это, конечно, лишнее. Такое имеет право быть, но, возможно, в крупных городах, возможно, в туристических зонах, где люди приезжают. Но Нижний Новгород пока не дотягивает до этих, как бы, таких вещей. Вот. А все гуляние на Новый год происходит, ну, давайте себе признаемся честно, максимум до двух часов ночи. Потом люди попросту устают, потому что весь день предновогодний в заботах. Вот. Потом идет выплеск вот этой энергии за столом, за новогодним. А потом просто усталость накрывает. Ну и просто часы уже, пора спать и делать привычки. От этого не мешается, да? Поэтому вот сама новогодняя ночь, скорее всего, что тоже нет. Скорее всего, фермерки салюты. Стоит не переоценивать ни свои силы, ни силы заведений, которые вас будут принимать. Но многие нижегородцы действительно, как Руслана отметила, остаются дома. Кто-то заказывает еду себе на дом, уже готовы. А кто-то пытается все-таки справиться своими руками. Мы спросили нижегородцев, есть ли у них фирменное новогоднее блюдо и какое именно. Ну, результаты такие очень стандартные. Давайте посмотрим. Говорят, свинюшку готовить нельзя. Были покупать говядину, индейку. Мандарины. Ну, только то, что готовы сделать дети вместе со мной. Это что? Ну, не знаю, как-нибудь по-новому украсить традиционные салатики. Чтобы было красиво. По-новогоднему. Селедка под шубой. Так незначительно салатики легкие. Селедка под шубой. И у всех она любимая в нашей семье, потому что готовим ее не часто, только на Новый год и по празднику. Как традиционно оливье. Разрешен салат и курицу. Мы всегда готовим всякие сладкие конфеты. Ну, наверное, по старинке. Я не знаю, это жареная курица с картошкой или мясо по-французски. Оливье. Я поняла. Все. Все. Квозь. Селедка под шубой от любимого. По фирменному рецепту. Салат оливье и мандарины. Уж если у нас все приняли, что оливье и селедка под шубой, значит, как традиция. Морепродукты там. Ну, не знаю. Короче, мандарины есть, салат будет, все будет хорошо. Сначала так мечтательно морепродукты, а потом мандарины есть, все, ничего не надо. Но на самом деле у меня какое-то чувство противоречия и хочется сказать, не хочу, не хочу ни селедку под шубой, не хочу ни оливье. А доели мандарины, все надоело, да? Вот вы смотрели и улыбались. Вас удивили ответы нижегородцев? Ну, знаете, мне очень понравилось то, что мы будем готовить мандарины, да, это вот мы однажды были на одном мероприятии, вышли оттуда с одной единственной фразой. Повару сегодня особенно удался банан. То есть это вот примерно оттуда, как бы, ну, забавно, конечно. Максим, у вас есть какое-то фирменное блюдо? Вы уже попросили что-то, чтобы вам приготовили вот такое и удивили? Фирменное блюдо у нас в семье одно, это плов узбекский. То есть я достаточно длительное время прожил в Узбекистане, а отец у меня оттуда родом. И, в общем, у нас одно фирменное блюдо в семье, вот это плов. Вот мы будем 1 января вы готовите с утра. То есть все-таки в новогоднюю ночь плова не будет? Нет, не будет. Нет, это такой... Ритуал определенный. Автопати должен быть. Очень вкусно, действительно. И самое главное, свинюшку не обидеть, наверняка с баранью. Нет, индейка будет. Вот, еще демократичнее. Руслана, а есть какое-то пожелание, рекомендации вот тем телезрителям, которые сейчас есть? Какие шаги предпринимать, чтобы было вкусно на новогоднем столе? Послушайте новогоднее обращение Руслана Галузова. Итак. На самом деле, ну, мы уже говорили, в начале программы говорили, изначально это продукт. Не надо жалеть денег на хороший продукт. Пусть его будет меньше, но он будет хороший. Вот. И новогодний стол очень хорош, если вы возьмете, сделаете его просто немногим, но разнообразным. Ну, возьмите, там, условно говоря, 200 грамм рыбы, 200 грамм мяса. Вот. И можно приготовить уйму всего. Мясо можно просто хорошо обжарить. Сделать это можно традиционно. Очень нас, у многих, я знаю, в семье обычаи лепить пельмени. Это тоже замечательная традиция такая. Слепили, сделали. Сварили тут же их, да. То есть, и очень многие люди занимаются соленьями, которые достают на новогодний стол. И это тоже большое подспорье. Вот, знаете, сколько бы изысков в мире не было, но просто отварная картошка, даже в мундире, да, из какими-то разносоловыми, да, она просто, ну, просто крутая. Просто крутая. Потому что это как бы у нас вот соленый огурец, помидор бочковой. Я тебе говорил, да. Это же здорово. В следующий раз придется сказать, что макароны вот эти в пачках продаются. Не, а вот, а люди, очень многие, знаете, любят, они вот любят кусочек сала, капуста, там, рюмка водки холодной. И для них это маленькое человеческое счастье. Вот это всего как бы... Свой праздник. Да. Стоит ли доверять рецептам из интернета, Дагон? С чего начали ехать? Побежали в сеть. Ну, на самом деле, я сам иногда участвую, помогаю там и людям, и даю какие-то рецепты в интернет. Но поверьте, что то, что приготовит один человек и будет готовить второй, никогда не будет два одинакового блюда. Сложно повторить. Даже дело не в этом. Дело в том, что разный продукт, разное исполнение, разная скорость, учитывается все. Ну, это как люди женятся, да, а борщ, как у мамы, не получается. Совершенно верно. И как бы я не любила готовить плов, как у Максима Бурганова, вряд ли, конечно, у меня получится. У каждого своя история. Давайте подведем итоги интерактивного голосования. Мы спросили, вы готовите сами на Новый год, и вот какие результаты получаем к этой минуте. Только 7% или целых 7%, даже больше, выбирают вариант, что сейчас все можно заказать на дом. Ну, а что, почти каждые десятые лет. Ну, в общем, да, и популярная тема становится. Каждые десятые также идет кушать к друзьям и знакомым. Готовьтесь, берегите свои холодильники. А вот 80% это большинство по стандарту. Оливье, селедка под шубой, мандарины и все вот такое самое любимое. Ну, это ведь тоже неплохо, наверное. Это отлично. Это традиции, которые, слава богу, еще живы. Ирония судьбы на экране. Если это хорошо исполнено, это просто замечательно. Самая беда сказать человеку, что как это исполнено. Нет, к нам приезжали на чемпионате мира туристов, приезжали очень многие. Многие очень были заинтересованы русской кухней. Многие. И у нас, допустим, я проводил эфир с двумя шведками, которые хотели научиться готовить селедку под шубой. Мы ее вместе готовили, и они сказали, что у нас есть очень похожее блюдо, только там оно используется без картошки, они не используют майонез. Без селедки и без шубы. Нет, майонез, но вообще само по себе сочетание отварных или запеченных овощей и сельди у них есть. Но у них есть селедка, одна из немногих стран, где она есть, потому что в Европе сельдь мало кто знает вообще. Но вот это было интересно на самом деле. Они вот едят и говорят, ой, очень похоже на наше вот на то, на то, на то. Так что наше блюдо в тренде, только оно должно быть из хороших продуктов. Спасибо экспертам за участие в нашей программе. Для себя я сделала два вывода. Если покупать продукты, то только хорошие, качественные и, самое главное, красивые, чтобы вот на вид они даже были красивые, поэтому получится хорошее блюдо. И если хочется что-то, что на доставку, да, то делайте это сейчас, не откладывайте на потом, потому что потом может быть уже поздно. Для себя я сделал один вывод. Картоха, мужики. Картоха. Максим Медлен возвращается в наш эфир. Может быть, он тоже из нашего эфира сделал какие-то выводы, Максим? Картоха. Ну, я предпочитаю, конечно, картошку, очень люблю. Ну, а вам пожелаю приятного аппетита. Спасибо. И готов рассказать о самых важных новостях к этой минуте. Это время новостей. Удивительная встреча произошла сегодня утром у нижегородца Георгия Мамагулашвили. Животное спокойно стояло неподалеку от остановки транспорта. Возможно, оно забрело на городские улицы из листового массива Щелковского хутора или Анкудиновского шоссе. Автор видео выложил его в социальную сеть, и почти сразу многие пользователи в комментариях предположили, что в Нижний Новгород приехал Дед Мороз. В Комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира считают, что это лось сегалеток, то есть родившийся этим летом. Он просто очень маленький. В большинстве случаев дикие животные выходят к людям в поисках еды, далеко заходя от своих привычных территорий. Молодым особям, не имеющим опыта контакта с человеком, такое поведение особенно свойственно. Такие молодые животные могут далеко уходить от привычных мест обитания, у них нет страха перед человеком. Сейчас сотрудники Комитета поехали его отлавливать. Праздник, любимый с детства, а как Новый год отмечали сто лет назад. В Нижегородском государственном общественно-политическом архиве представили уникальные документы и фотографии, сохранившие память о том, как главный зимний праздник отмечали в разные периоды времени. В годы Гражданской войны елки для детей организовывали заводские комитеты. В 20-е и 30-е годы на Новый год праздничные гуляния не устраивали, это считалось пережитком буржуазного прошлого. А во время Великой Отечественной войны детей поздравляли только снегурочки. По воспоминаниям нашего земляка Александра Марковича Цирюльникова, в детском садике сказали воспитательнице, что Дед Мороз не может быть. Он выполняет правительственное задание. Морозе таковы немцы. У меня все к этому часу о развитии событий в 17.30. В 16 часов коротко о главных событиях дня. А в 17.15 очередной выпуск программы Патруль ННТВ. Оставайтесь на новом Нижегородском телевидении. И прямо сейчас драматичный военный сериал «Разведчицы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин